Здравствуйте, с вами снова Андрей, продолжаем играть Наполеон Тотл Волл за Российскую империю. Напоминаю, что в прошлой серии мы взяли Прагу и принудили Наполеона к миру, так что теперь ничто нам не мешает, собственно говоря, начать с Францией торговать и попробуем мы также помириться с союзниками Франции, в частности с испанцами, там ходило в корпус где-то рядом, но испанцы сами мириться, к сожалению, не хотят. А кто еще тут есть? Есть также Соединенные Провинции, то есть Голландия. В принципе, можно с ними тоже попробовать договориться, но нет, они тоже не хотят, то есть союзники Наполеона проявляют определенную самостоятельность, в отличие от реальной жизни, но зато мы с королевством Италия сумели помириться, это на самом деле уже хорошо. Собственно, про испанцев мы непосредственно в этой серии поговорим в исторической справке. Ну, вообще, хотелось бы сразу, на самом деле, извиниться за качественный комментарий, потому что в этой серии я, наверное, буду несколько упорот, у меня сегодня вообще такой своеобразный день, потому что у меня все валится из рук, я ничего не соображаю и буду, на самом деле, тупить почти наверняка. А пока что мы делаем? Снижаем налоги, значит, эти исследования переводим на военные рельсы, потому что последняя война, в общем-то, выявила то, что по сравнению с французами, наша армия очень сильно проигрывает, надо пытаться как-то восполнять недостатки посредством исследований военных технологий. А что касается именно военных целей именно в этой серии, можно попробовать штурмануть Ганновер, потому что там, это, в общем-то, единственное континентальное владение в Великобритании. Французы на него нападать почему-то совершенно не хотят, но, по-моему, у них, кстати, даже и проходят там Ганновера вроде бы нет. Ну да ладно, в любом случае, с англичанами я мириться пока не собираюсь. Ну и, собственно говоря, первый наш шпион гибнет при попытке войти в Ганновер, но второй уже, соответственно, организует там шпионскую сеть. Также мы распускаем всякие ненужные отряды ополчения. А вот, кстати, знаете, только сейчас обратил внимание, что у нас столица-то оказывается, Москва, Гербург. Но это, на самом деле, знаете, лишний раз показывает степень уважения к России со стороны британских разработчиков игры. То есть, на самом деле, при том, что в игре играбельных наций, сколько там, 6 штук или сколько их там, вот, не знать, где у одной из этих наций столица, это, конечно, круто, я вам скажу. Я, если что, напоминаю, что столица-то находилась в Петербурге. Ну, это, конечно, весело. Вот я сейчас читаю книгу английского историка Ливина, и он пишет, что, в общем-то, вопрос участия русской армии в наполеоновских войнах вообще не изучается в западной историографии совсем. Причем, интересно, почему этим стал заниматься сам Ливин. А потому что был такой Ливин-граф в России, да, и, собственно говоря, он является предком непосредственно вот этого Ливина-историка, который подданный Британией. И что характерно другим предком этого самого Ливина-историка, является граф Палин, который на английские деньги организовывал убийство Павла Первого. И что характерно, его потомок теперь живет в Британии. Вот знаете, после такого реально вот легко поверить во всевозможные заговоры. Ну и, собственно, на самом деле, сама вот эта книга Ливина, конечно, она написана совершенно упорото, то есть, скажем так, человек всячески пытается, при том, что он как бы взял на себя роль того, что, значит, пытается объективно рассмотреть, что Россия-то, она внесла большой вклад, значит, но при этом он... Россию пытается, извиняюсь, обосрать с ног до головы, то есть, он постоянно подчеркивает, что Россия ничего бы не сделала без своих союзников. Конечно, особенно, вот мне хочется сказать, особенно в 1812 году. А знаете, что пишет Ливин по поводу того, как же британцы помогли России в 12-м году, когда она была совершенно одна, так сказать, против Наполеона, у которого, между прочим, в армии были далеко не только французы, так сказать, французов там была примерно треть. Тут у нас началось восстание в Берлине, в общем-то, точнее, в регионе Бранденбурга. Вы знаете, тут совсем маленький отряд мятежников, но я его буду разбивать сейчас вручную, потому что не хочу лишних потерь. У нас арта есть, противника нет, поэтому надо использовать. Иначе, знаете, вот дополнительные потери мне совершенно не нужны. Просто в таких рутинных боях. Так что бой будет, наверное, не очень интересный, но ничего, будем смотреть, как прусаки разлетаются под ядрами. Это тоже весело. Вот, а, собственно говоря, так вот, что касается Ливина, то есть, он пишет, а как же вот Россия, значит, какая же Британия критически важно помогла России? Оказывается, значит, Британия поставила России 100 тысяч ружей. Значит, но, собственно, на этом помощь оканчивается. Самое интересное, что Ливинг при этом сам же говорит, что поставили их в 1813 году. А вооружались этими ружьями не какие-то передовые части, а резервисты, которыми, грубо говоря, затыкали дыры в итоге. Офигительная совершенно помощь, я вам скажу, просто потрясающая. Нет, это, конечно, лучше, чем ничего. 100 тысяч ружей это немало, плюс надо сказать, что английские ружья были объективно лучше русских. То есть, например, если у нас была лучшая артиллерия, то у англичан были лучше ружья. Вот, но все-таки, ну, собственно, про ружья я уже немного говорил, что у нас некоторые ружья сохранились в Петройске времена, бывало и такое. Хотя это не было прям вот таким общим местом, но бывало и такое. Соответственно, конечно, это какая-то помощь, но говорить, что только поэтому Россия там разбила Наполеона, это может только человек, который сознательно хочет создать совершенно определенные впечатления о России и русской армии. Собственно говоря, ладно, не будем сейчас рассматривать их регулированно, потому что там идеализма достаточно много, я вам скажу. Ну, хотя есть и более-менее объективный разбор отдельных фактов. Вот. В этой серии мы будем говорить о Испании. Что представляла собой Испания, почему Наполеон туда влез, и почему началась пиренейская кампания, которую сам Наполеон в дальнейшем признавал очень серьезной своей ошибкой, собственно говоря, и которая, возможно, даже и стоила ему победы в русской кампании в итоге, потому что значительная часть армии находилась именно в Испании. Значит, ну, во-первых, что представляла собой Испания вообще на момент, собственно говоря, действий всех, которые у нас, собственно говоря, происходят в этот исторический период. Ну, во-первых, надо сказать, что пик мирового могущества Испании как державы, которая патентовала бы на какое-то лидерство в мире, в Европе, он приходится примерно в веке, эдак, на 16-м. В 17-м веке уже начались проблемы, и, в конце концов, в ходе 30-летней войны испанцы, в общем-то, лишились всех таких амбиций на серьезное лидерство. О, последовал серьезный экономический впадок Испании, и, в общем-то, он продолжался и в 17-м, и, в общем-то, в начале 18-го века тоже. При этом, надо сказать, что Испания достаточно быстро превратилась из субъекта международной политики в объект. То есть, в начале 18-го века произошла война, так называемая война за испанское наследство, в которой столкнулись интересы кого? Как вы думаете? Правильно. Снова Англия и Франция. То есть, у каждой стороны были свои ставленники на испанский престол. В итоге в этой войне вели французы. И на испанском кроне воцарились Бурбоны. То есть, это та самая династия, которая правила во Франции до Великой Французской революции. Ну, и Бурбоны, собственно говоря, продолжали оставаться в Испании. То есть, в начале они, вроде как, пытались своих родственников как-то поддержать, но недолго. Вообще, надо сказать, что после того, как в Испании, так сказать, стали править Бурбоны, Испания, в принципе, превратилась в такого, ну, не то чтобы сателлита Франции, то есть, какая-то в определенной степени независимая политика у Испании все-таки была. То есть, она могла, например, с Францией, там, управляя эту войну, оставаться, там, в общем, более нейтральной, но не более того, то есть, так сказать, Испания практически всегда была на стороне Франции. И, в общем-то, после некоторого сопротивления революционной Франции испанцы поспешили, собственно говоря, замириться. Какая была в Испании, так сказать, внутриполитическая ситуация? Вообще, надо сказать, что считается, что якобы во второй половине 18 века в Испании, которая была измучена очень-очень долгим упадком. Ну, собственно, это вот такой, знаете, такая типичная история умирающей империи. То же самое, что было, там, с турками, да, которые, там, на протяжении, там, столетий сдавали меды на свою территорию. Шведы, которые весь 18 век что-то там мучились, да. В общем, в итоге примерно то же самое происходило с Испанцами, но у них еще были достаточно большие территории в Америке. То есть, собственно говоря, старт национально-освободительного движения в Америке, в испанских колониях, как раз был дан в ходе наполеоновских войн, потому что митрополия была ослаблена, и, значит, колонии решили стать независимыми. Вот. Но, тем не менее, вот на момент начала революционных, по крайней мере, событий, ну, в смысле, уже во Франции, да, в Испании все-таки еще имелись значительные территории в Новом Свете. Значит, во второй плане 18 века в Испании был такой король, король третий. О нем обычно пишут, что это был, мол, прогрессивный, замечательный монарх. У нас тут вторая армия прусских мятежников, у нее сразу есть кавалерия, артиллерия. В общем, это уже будет значительно более серьезный бой. Но Сандерс и Букс Гелден должны, конечно, раздавить мятеж своих, так сказать, можно сказать, соотечественников в каком-то смысле, потому что все-таки у нас есть определенный перевес. И, кстати говоря, противник очень интересно строится. То есть у нас очень близко друг к другу находятся линии построения. Можно попробовать, к примеру, против вражеского левого фланга, с веса нашего правого, сейчас поставить развернутую артиллерию, которая будет просто долбить по черному. К сожалению, мы немножко не добиваем картечью, но ядрами можно попробовать причинить здесь достаточно большой дон, потому что расстояние совсем небольшое. Правда, надо, конечно, поставить сюда и прикрытие, потому что противник может пойти в ближний бой тоже, на капашку. Вот, так вот, касательно Карла Третьего. Про него обычно в различных исторических источниках отзываются положительные. Ну, такой, говорят, что он был такой типичный, просвещенный, абсолютный монарх такой, да. Да, значит, в принципе, при нем были проведены ряд прогрессивных реформ, и вроде бы в Испании ситуация как-то начала выправляться, потому что до того была, в общем-то, полная беспросветность, все время положение в стране постепенно так ухудшалось и ухудшалось. На самом деле это очень спорный вопрос, потому что я сильно подозреваю, что Карла Третьего нахваливают либеральные всевозможные источники, потому что при нем, собственно говоря, был создан Банк Испании, то есть эмиссионный центр, да, то есть часть системы финансовых фиталов, о которой мы говорили немного, да. Вот, при этом, например, когда он либерализировал торговлю хлебом, начались голодные бунты, вот, достаточно серьезные, при этом сам король, в общем, не понимал, чего народу не нравится, он говорил, что, мол, у меня народ как дитя, а он кричит, когда его моют, ну, видимо, от денег отмывали народ. Вот, собственно говоря, и надо еще сказать, что в некоторых источниках указывается, что в правление Карла Третьего в окончательный упадок пришла испанская армия. В принципе, глядя на последующие события, достаточно легко в это поверить. Проблема в том, что после Карла Третьего пришел еще более хреновый монарх, Карл Четвертый. Собственно говоря, сам он заниматься монаршими делами вообще не хотел, он интересовался охотой, то есть такой типичный король, которому ничего не надо, который был бы очень хорош, ну, просто каким-то таким частным лицом, может быть, был бы там хорошим человеком, но он совершенно точно не был хорошим правителем. Ну, и вообще, на самом деле, он был достаточно безвольный, потому что у него была очень влиятельная жена, насколько я помню, звали ее Мария Лыза Пармская. Собственно говоря, жена его крутила им, в общем, как хотела. Сама она была достаточно такой грубой, не очень образованной женщиной, плюс она имела любовника, который сыграл в истории Испании очень такую зловещую роль, чем-то напоминает Берона в нашей стране, то есть фаворит императрицы, то же самое, только намного хуже все получилось в Испании, любовника звали Мануэль Гадой. Собственно говоря, его исключительно за внешность, в общем-то, из-за того, что императрица с ним спала, в общем, очень сильно возвысили. И, причем, что характерно, король Карл IV, он вообще-то знал о том, что его жена спит с Гадоем, но он никак этому не противодействовал. Тряпка обычно. Вот, ну и, соответственно, Испания в этот самый период, какие-то реформы, которые там проводил этот Карл III, хорошие они были, плохие, это, знаете, пусть испановеды этим занимаются, я не могу вам сказать. У меня есть подозрение, что в них была серьезная темная сторона. Вот, ну, надо сказать, что Карл IV вообще ничем особо не занимался, а уж годой тем более. То есть, при том, что годой был фактически, ну, занимал официально пост премьер-министра, был второй человек государства, реально руководил государством именно он. Ну, и фактически, после начала наполеоновских войн, то есть, еще тогда революционных войн, то есть, Испания постоянно лавировала между Англией и Францией. То есть, ну, это вот, как еще сказал кто-то, обычно эти слова приписывают Стэнли Кубрику, не знаю, он это сказал или нет, но, в общем, он говорил, что сильные державы всегда ведут себя как бандиты, а слабые, как проститутки. Испания уже тогда вела себя как вполне такая опытная путана. Вот, и, собственно говоря, в начале испанцы, значит, испанские бургоны пытались якобы помогать французским, но бывые действия велись достаточно нерешительно, а в дальнейшем, в общем, испанцы приметнулись на сторону французов. То есть, в принципе, несмотря на то, что вроде как бургонов свергли, во Франции все равно интересы у испанцев геополитические, ну, то есть, геополитический расклад особенно не поменялся. То есть, формально власть во Франции сменилась, а испанцы, как были, в общем-то, французскими шестерками, так и остались. Вот, и, в общем-то, в частности, опять же, то же самое сражение в Трафальгаре, участвовал не просто французский флот был разбит англичанами, а именно объединенная франко-испанская эскадра. Надо сказать, что для Испании разгром Трафальгаре был даже в большей степени катастрофой, чем для французов. Потому что французов, в первую очередь, ну, то есть, у них все равно чувственность нехватка этих колониальных товаров, то есть, мы об этом уже говорили, когда тут я в прошлой серии рассказывал, континентальной блокаде. И также невозможно было высадиться в Англию. Но для испанцев проблема в том, что у них, они, в общем-то, за счет колонии приспособились жить в этого дневника. То есть, сама по себе Испания была не особо развита в промышленном отношении. То есть, они, вот, очень им нравилось грабить колонии. Это было, поскольку колонии были очень большие по площади, это было весьма доходным бизнесом. испанцы. Соответственно, непосредственно, вот, производство в самой Испании, блин, мы тут в тыл зашли, это, я не понял, это что, товарищи прорвались, которые тут что-ли были? Что здесь вообще происходит? Что за фигня? Ну, ладно, в любом случае, сейчас этот отряд павалерин ничего не сделали. Они могли убить генерала, но у них ничего не вышло. ну, в общем, как видите, прусская армия рассеивается, прусские нитежники, правда, они пытаются предпринять еще одну атаку посредством кавалерии, но я думаю, что у них опять ничего не получится. Они пытаются зайти на нашу легкую пехоту, но мне кажется, они сейчас просто понесут большие потери, ничего у них не выйдет. Вот, собственно говоря, в самой Испании чего в отсутствии промышленности что там производилось? Там очень много вывозилось оттуда шерсти. Кстати, точно так же, как и в Португалии. Соответственно, фактически обе страны были для той же самой Британии чем-то типа сырьевых придаток. У них был свой как бы сырьевой придаток, правда, то есть колонии в Америке, да, в отличие от России, которая просто сама была придаткой. И все, но и сами они тоже в какой-то мере были придатки. То есть торговля с Британией была выгодной для Испании и Португалии. Значит, соответственно, в первую очередь торговля шерстью. Значит, соответственно, но при этом поскольку годой очень сильно Наполеона боялся, он старался с Наполеоном не ссориться. Собственно, ключевым стал как раз вопрос о континентальной блокаде. Португальцы ее не соблюдали, то есть вообще на самом деле сперва их принудили ее соблюдать. То есть в 1801 году испанцы, на которых надавил Наполеон атаковали Португалию и случилась так называемая апельсиновая война. Помните, я вам рассказывал про войну картофельную, а вот здесь апельсиновую. В общем-то, такое же название и примерно такая же суть. То есть де-факто боевых действий не было. То есть испанцы просто принудили португальцев вступить в ну фактически в один из ранних вариантов континентальной блокады. Но это было сделано только на время. На время в дальнейшем так сказать португальцы снова стали континентальную блокаду нарушать. Ну и в итоге Наполеону все это надоело и после Терезийского мира, когда Наполеон почувствовал себя хозяином уже в Европе, потому что армию всех крупных держав он разбил, соответственно он решил что с португальской вольницей пора кончать и нужно запечатывать континентальную блокаду. То есть с одной стороны так сказать шведы мешались так сказать они тоже не соблюдали но со шведами как бы он поручил разобраться России ну про русско-шведские отношения не поговорили немного погодя в другой раз а сам решил так сказать влезть в Португалию первоначально именно в Португалию и первоначально с Испанией как бы продолжал сохраняться союз то есть вообще так сказать испанские бурбоны они были достаточно верными союзниками Наполеона так сказать они пытались периодически вилять задницей в сторону Великобритании но тем не менее в целом никакого такого страшного предательства с их стороны не было собственно говоря поэтому когда встал португальский вопрос Наполеон в общем-то предложил испанцам а давайте Португалию распилим часть мне часть вам соответственно вы континентальную блокаду более-менее соблюдаете португальцы не соблюдают в общем соответственно награду за то что вы мой союзник вы получите часть португальских территорий ну и соответственно был введен сначала в Испанию а потом естественно прошел в Португалию французский корпус в общем-то Португалия была занята в общем-то без войны то есть ну как были может быть там какие-то отдельные инциденции с местным населением потому что французы грабили очень-очень интенсивно местное население потому что их маршал жену по-моему командователем походом он повел по не самой хорошей дороги не было никаких ресурсов и в общем приходилось достаточно жестко всех грабить в итоге разбиваем прусских мятежников с весьма небольшими потерями но блин к сожалению значительная часть отступает что мне если честно не нравится от слова совсем ну что ж давайте попробуем сейчас разбить вот эту оставшуюся их армию но мы чуть не доходим не доходим слишком много прусаков к сожалению к сожалению успел отступить печально даже не знаю что сейчас делать может попробовать еще одной армии как-то сбоку подойти ну то есть буквально одним отрядом давайте наверное в автобое все таки да да все таки добиваем прусских мятежников и эту проблему в принципе решаем ну и сейчас уже надо будет смотреть какие у нас тут отряды более-менее в хорошем состоянии и наступать после этого на гону наверное так вот жену Португалию занимает значит и вот после этого Наполеон в общем-то и совершает в общем-то одну из главных своих наверное ошибок в карьере дипломата и руководства то есть он решает как собственно говоря а почему бы Испанию не распилить то есть в принципе Наполеон после тезийского мира начал постепенно терять связь с реальностью то есть он посчитал что все он всех победил в случае чего он еще раз всех победит поэтому никто ему не указ и он делает что хочет собственно говоря то есть если раньше там были какие-то там формальные оправдания войн и так далее тому подобное то после Тильзита в общем-то началась просто вот такая политика которая скажем так заключалась примерно в том что как выразился маршал Далу когда захватывались северогерманские города аннексировались Франции он сказал ваша независимость все равно была фиктивной так что собственно говоря чему возмущаетесь вот мы просто уже так сказать делаем превращаем то что уже было де-факто в то что оформлено де-юре вот ну и в общем короче говоря он решает вместо того чтобы оставлять значит Испанию с некоторым превращением территории за счет Португалии собственно говоря распилить саму Испанию посадить там на престол своего брата причем там вообще весело было то есть в итоге как поступил Наполеон значит он поставил сначала неаполитанским королевом своего брата Жозефа да в итоге он его вызвал в Испанию то есть говорит так теперь ты король в другой стране а значит в Неаполе будет королем Мюрат если не ошибаюсь вот то есть он просто так спокойно менял как бы монархов туда-сюда естественно так сказать те страны которые претендовали на то чтобы обладать какой-то политической субъектностью они пришли в ужас от такого поведения Наполеона потому что и уж тем более они пришли в ужас от того что Наполеон так собственно поступил со своим в общем-то союзником с испанцем и надо сказать что что собственно там происходило значит в испанской королевской семье был такой раздор то что значит наследник престола поскольку я помню Филипп его звали если не ошибаюсь он собственно говоря выступал против так австрияки объявляют нам войну замечательно слушайте просто вот только австрияков мне сейчас и не хватало нет помощь мне ни от кого не нужна хотя ну все равно наши союзники как всегда в России собственно два союзника армии флот никто не хочет за нас выступать да и шведы слушайте это плохо мне-то Питер нечем обронять в чем проблема там конечно есть ополчение но тут два стека слушайте что-то как-то не есть хорошо да швеция вступает против нас в войну надо будет наверное пытаться с ней как-то мириться потому что я пока к войне со Швецией не готов австрияки сволочь а я ведь не хотел их дальше пилить я бы хотел им даже дать денег чтобы они были противовесом Наполеону не хотят они мириться к сожалению но отдавать им территорию я не хочу посмотрим на самом деле что нам дадутся сделать в дальнейшем так вот возвращаясь к Испании собственно был конфликт между безвольным королем с одной стороны который вместе с ним на его стороне была жена ей годой и вот этим наследником который наследник кстати во многом ориентировался на Британию в общем в итоге собственно говоря народ принудил значит старого короля отречься от престола когда он там попытался просто сбежать вот значит Наполеон это отречение не признал в итоге он пригласил в приграничный французский город Байону значит и то есть обоих как бы претендентов на престол то есть отца и сына и обоих просто застал отречься говорит а Испания теперь моя все собственно что касается Гадоя то собственно Наполеон сначала пытался с ним как-то сотрудничать но Наполеон поскольку был далеко не дурак он увидел как Гадоя относятся местные населения его все ненавидели ну то есть примерно как Бирон у нас в стране только наверное еще хуже все там было в Испании в итоге так сказать Гадоя что называется слили правда слили как в итоге он прожил достаточно долгую жизнь там умер в каком-то очень преклонном возрасте то есть он спокойно в общем свалил куда-то по-моему он по-моему во Франции жил какой-то еще где-то я не помню в общем короче говоря с ним ничего особенного не произошло хотя в общем во многом этот человек в общем был виновен в том что в Испании началась кровопролитнейшая война которая собственно говоря потом весь 19 век практически аукалась Испания потому что там было две фракции с одной стороны либералы с другой скажем так сторонники абсолютной монархии и те и другие получили значит боевой опыт во время войны с Наполеоном то есть там поскольку война приняла характер всенародный и в итоге они постоянно грызлись друг с другом значит соответственно при этом надо сказать что ну известно то что война в Испании приобрела характер партизанской так называемой гирилли то есть сама испанская армия ее достаточно быстро разбили но появлялись как бы новые армии так сказать собранные уже так сказать из народа народ восставал против французов которые стали оккупировать территорию Испании но надо сказать что тем не менее и в данном случае дубина народной войны поднялась что называется не самая по себе а на британские деньги британцы на самом деле тут уже решили даже вписаться лично что для них не характерно почему а потому что во первых они реально боялись континентальной блокады то есть они высадили свой десант в Португалии там был генерал Мур которому правда не повезло Наполеон его разбил и также там был Артур Уэлсли будущий герцог Веллингтон собственно говоря у нас многие в общем считают что Веллингтон это его фамилия на самом деле это титул все равно что Уинстон Черчилль этот герцог Мальборо вот и в принципе Веллингтон показал себя достаточно неплохим военачальником например Маршал Сульт к примеру французский достаточно известный ничего не смог с ним поделать не смог выбить его с оппозицией у нас тут шведы да они уже подходят к Питеру в общем веселое окончание серии я вам скажу еще надо сказать что англичане очень болят за Гибралтар это была очень важная позиция с которой они не собирались уходить ну и в общем в итоге несмотря на то что Наполеон в восьмом году прошелся по Испании и разбил все испанские армии но это было просто потому что они были дезорганизованы и рассеяны в общем-то влезли французы в партизанскую войну и это им очень долго лукалось вот собственно говоря может быть на этом мы как бы серию завершим об испанцах мы договорим как-нибудь в другой раз подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте дальше будет еще интереснее с вами был Андрей всем пока субтитры сделал DimaTorzok